в этом видеоуроке дам вам еще один способ провязывания горловины возможно вам понравится именно этот способ и вы в своей футболке будет использовать его и так я сейчас нахожусь в том ряду когда мне нужно начинать вырез горловины и я решила вязать вырез горловины не укороченными поворотными рядами как делала вот в этой футболке а с закрытием петель сейчас покажу вам на схеме и потом свяжу и покажу что у меня получилось чем отличается моя горловина от той которая вывязывается укороченными рядами так девчонки давайте порисуем сейчас я просто на своих параметрах которые у меня получились в моем калькуляторе смотрите в 112 ряду я должна начать вывязывать вырез горловины горловину тут напишу сто четырнадцатом ряду у меня еще должна быть вот это вот прибавка то есть помните да мы сделаем прибавки вот здесь вот по боковым сторонам полочки и спинки для того чтобы у нас в итоге была футболка со спущенным плечом так вот вот у меня была предыдущая прибавка в следующем в 4 сейчас 12 12 у меня ряд сто четырнадцатом ряду мне надо сделать снова вот эту вот при бабочку последняя на у меня в моем вязание тут прибавка прибавка пишу так еще у меня какие параметры по скосу плеча скос плеча три точки разворотные по горловине 6 разворотных точек и там же в калькуляторе есть так по горловине по горловине такой параметр насколько отступить вот сюда в глубину горловины насколько петель мы уходим то есть у меня там 8 петель вот давайте порисуем вот моя футболочка так тут у меня три точки то есть на 4 участка делят вот эти мои три точки отступать я должна кажется по 8 петель 1 2 3 8 8 8 8 8 дальше вот я значит боковые стороны тут я делала прибавки помните да вот мне осталось сделать последнюю прибавку сто четырнадцатом ряду сейчас я в сто двенадцатом нахожусь так и немножко у меня вырез горловины до сто двенадцатого не дошел ну ладно кривенько буду рисовать вот у меня сто двенадцатый ряд я сейчас его вижу дохожу до того момента где мне нужно где буду проходить вот это место то есть вот у меня крайняя точка до которой я должна улубиться в горловине и у меня дан параметр вот они вот эти вот 8 петель вот 8 петель здесь у нас стоят маркеры то есть я сейчас провяжу вот эти петли плеча дальше 8 петель горловины да здесь у меня точно также на 8 стоит . можете маркеры поставить до чтобы не запутаться сразу же отчитать их вот и вот эти петли вот эти петли в своем сто двенадцатом ряду я просто сделаю закрытие этих петель я их закрою и дальше иду вязать вот в эту сторону вот так это сто двенадцатый ряд далее нам нужно вот эти вот 8 петель распределить на 6 поворотных точек то есть отсчитываем раз это раз это два три 4 5 шесть для того чтобы горловинка была более круглой здесь нужно я всегда говорю побольше число взять петель здесь поменьше то есть если мы берем 1111 это уже 4 у нас всего 82 это 6 едва ну вот вот такое распределение получается и я вам сразу скажу раз у нас вот здесь будет закрытие по одной петле у нас пойдет вот так вот под 45 градусов вот этот вот поворот то есть у нас получится тоже вот такая вот линия примерно вот она идет у меня если вы хотите сделать вот такого вот такой формы так сказать горловину то что можно сделать вот эти петельки здесь зачеркнуть плюс 1 вторую зачеркнуть плюс 1 третью зачеркнуть плюс один я бы сделал вот так здесь получается я должна закрыть 4 петли дальше 3 петли потом одну петлю и просто вот тут тут уже не буду ничего закрывать буду довязывать до края горловины у вас получится такая вот тут вот линия более вертикальная и горловинка будет вот такая кругленькая вот нет ни в лодочку уходящая а вот такая вот кругленькая то есть вот таким образом можно сделать вот это закрытие и я сейчас сделаю его вот так то есть глубина горловины у меня достаточно а петель и под здесь вот мало чтобы получить более такую округлую форму поэтому я отсюда их убираю у меня здесь будет по прямой а вот сюда прибавляя и здесь будет более полого то есть чем больше петель вот здесь тем положу у нас будет закрыть а то есть обычно распределяем петли вот вот в этом промежутке самое большое количество здесь поменьше еще поменьше и вот сошли на нет так сказать так вот в тринадцатом ряду я провязываю снова все петли и здесь вот у меня получилось 4 до 4 петли в четырнадцатом ряду закрываю вот здесь вот в четырнадцатом ряду здесь не забываю сделать свою прибавку навязываю до конца ряда всего у меня по схеме 118 рядов то есть я сейчас вот эти вот все так сказать петли с этой стороны закрою и мне будет легко вязать вот этот скос плеча то есть у меня внимание будет вот на этих петлях сначала пока я вижу да вот этого уголочка до начала скоса плеча а потом у меня внимание перейдет уже вот на эти петли которые мы будем закрывать для скоса и так значит что у нас тут получается 14 15 ряд весь провязываю закрываю 3 петли возвращаюсь 16 ряд весь провязываю здесь закрываю одну петлю 17 ряд провязала до конца да и вот у меня начинается скос плеча то есть здесь я теперь вижу по прямой довязываю до конца все я все петли здесь закрыла а с этой стороны закрываю 8 петель до конца довязала снова пришла сюда закрываю еще 8 петель до конца довязала еще 8 петель и так пока не дошли до вот этой точки все у нас все петли вот здесь будут закрыты обрываем ниточку переходим на вторую сторону присоединяемся снова вот здесь то есть это у нас уже будет 13 ряд не забываем 12 мы уже провязали 13 ряд идем сюда закрываем вот эти сколько у нас тут 4 петли так закрыли это у нас 14 ряда довязали сделали прибавку довязали до конца снова сюда идем тут 3 петли 3 петли закрыли это 15 16 ряд так в семнадцатом ряду вернулись в восемнадцатом закрыли одну петлю дошли до конца и вот здесь закрываем 8 петель и еще еще и еще все ниточку оборвали у нас с вами готова горловинка сейчас покажу как это будет выглядеть на нашем с вами изделие и так девочки смотрите вот я закрыла средние петли горловины вот у меня петли плеча маркеры самодельные на дачу не все привезла что при необходимо и у меня с этой стороны от маркера до закрытия 8 петель и с этой стороны точно так же вот он маркер 8 петель имейте ввиду это все вы должны просчитать все теперь я провязываю снова петли плеча до конца и в том ряду где мне необходимо делаю свои при бабочки у края и еще такой момент помните да я вам говорила что у меня закрытие горловины должно начинаться в сто двенадцатом ряду то есть расчетный ряд это изнаночный ряд соответственно я решила перенести это на лицевой ряд то есть сейчас у меня сто тринадцатый ряд то есть я глядя на калькулятор чуть-чуть подкорректировала его данные то есть я приняла такое решение и вы точно также можете глядя на расчеты калькулятора что-то подкорректировать немножко по-своему сделать то есть тут нет каких-то жестких рамок если вы передвинетесь куда-то на один ряд или на одну петлю то существенных каких-то изменений не произойдет и ничего тут не нарушится но вы сделайте так как удобно вам вот все я продолжаю вязать дальше так смотрите следующий ряд я провязала до конца до того места где у меня закрытие горловины и теперь снова делаю закрытие тех петель которые у меня там по расчетам то есть провязывая одну петлю перекидываю следующую так у меня наверное немножко шумно здесь простите вторую петлю закрываю третью на 4 петельки и четвертую так все вот вот таким образом у меня получилось закрытие 4 петель все дальше я провязываю в обратную сторону вот видите здесь я не забыла сделать прибавку то есть тут справа я занимаюсь горловиной а здесь у меня пока продолжает формироваться пройма еще то есть плечевые скосы еще не начались все девчонки я вывязала одну сторону горловины вот видите прошла все рядочки здесь у меня формировалась высота проймы до этого момента теперь с этими закрытиями петель я закончила ума у вас конечно может получиться по другому может здесь еще больше петель будет и надо будет продолжать следить за вырезом горловины но сейчас я вот в этом случае буду довязывать до конца а с этой стороны буду делать закрытие петель для того чтобы сформировать скос плеча вот смотрите что у меня формируется то есть вот здесь пошла линия вверх а тут вот два закрытия я уже сделала осталось еще два помните да у меня три разворотные петли как по калькулятору они делят на 4 отрезка то есть если мы закрываем то мы четыре отрезка закрываем вот три точки между ними будет ну вот как вы видите получилась такая более так сказать углубленная линия да не под 45 градусов а вот такая более округлая все перехожу на вторую сторону здесь обрываю ниточку имейте ввиду что обрывать ниточки стоит по длине и для того чтобы вам хватило закрыть например плечевой шов чтобы лишних не так лишних кончиков не так потом не прятать и так или какая круглая горловинка у меня получилось то есть сейчас я делаю плечевые швы и набираю по краю петли вот она у меня спинка маркер у меня пойдут вот сюда вот видите горловинка к получилась по краю вот по этим кромочным петлям набираю новые петельки и делаю маленькую маленькую резиночку все не бойтесь вязать горловины это не так страшно обязательно делайте рисунок и с рисунком все оказывается проще простого просто смотрите на рисунок отмечайте те ряды которые вы вяжете и у вас будет все хорошо и отлично получаться